Загадку загрязнения Виновской рощи пытаются решить не один год. По самой популярной версии, ошибка стрелочника стала фатальной. Она привела к тому, что в состав товарного поезда на полном ходу врезалась пустая цистерна. Как итог, почва впитала 60 тонн бензина. Вот уже 20 лет нефтяная линза душит памятник природы. Ровно столько же экологи и чиновники пытаются наклеить пластырь на раны жемчужины Ульяновской области. Сегодня я был там. Воняет нефтепродуктами ужасно. Запах отвратительный, даже несмотря на то, что мороз был. Это мое мнение, что нужно там проводить рекультивацию. Рекультивация, о которой идет речь, часть проекта по спасению Виновки от нефтезагрязнения. Его разработали в 2021 году. После прохождения государственных экспертиз выделили деньги. А это 256 миллионов рублей. Подсобил федеральный центр. Активисты почти сразу поставили под сомнение затею. Мол, экологической катастрофы нет. Памятник природы в состоянии сам очиститься от нефтепродукта. На что эксперты разводят руками. Предлагают взглянуть на состояние ручьев. Их, к слову, в парке больше 30. С виду вроде бы ручей чисто течет, но достаточно чуть-чуть поднять дно этого ручья. То есть мы видим, как это дно загрязнено нефтепродуктами. И радужная, как сказать, пленочка, этот радужный цвет, который характерен для нефтепродуктов, он сразу же имеет место быть. Его видно даже невооруженным взглядом. Выйти из Бермудского треугольника и поставить точку в вопросе рекультивации мешает ее метод. В Минэкологии заверили, тяжелой техники на объекте не будет. Рабочую группу снабдят лопатами и тележками. И все же полностью отказаться от железной помощи нельзя. Это проповедует часть независимых экспертов. Есть вероятность оползания. То есть, что это все будет сочиться. Если это будет 100% ручной труд, ну, возможно, скажем так, возникновение каких-то рисковых ситуаций. Поэтому техника там нужна. Без техники, которую туда нужно загнать, работа по рекультивации не будет проведена. Поэтому надо людям объяснить, что там будут и самосвалы, там будут и эскаваторы, потому что лопатой там ничего не сделаешь. Это я сам там был, я сам там на два раза попойщик не провалился. Я понимаю, насколько это все загрязнено. Главный вопрос, где загрязнено больше, источник до сих пор не определен. По прогнозам экологов нефтяная линза будет сочиться еще 20 лет. А значит, есть риск, что природа продолжит страдать даже после всех процедур. Любая трудная система может справляться с какой-то нагрузкой. И сейчас, короче, это в какой-то степени делать. По крайней мере, я там был визуально, там все растет, живет. Сейчас мы туда вмешиваемся. Это, ну, разумеется, сродни строительству, то есть полное уничтожение. Ну, называем это замеры, но по факту уничтожение пойменного слоя, придонного слоя. И нам никто не гарантирует, что это не повторится. Тем не менее, подготовка к грядущим работам уже идет. Территорию чистят от валежника, обустраивают подъездную дорогу. Она, к слову, пока что проложена по частной территории, чтобы не повредить почву. Параллельно идет согласование необходимых документов, закупка стройматериалов. Предварительно к исполнению проекта планируют приступить зимой этого года. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.